Пусть P простое число, P большее 2, и A некоторое не делящееся на P число. Попытаемся извлечь корень, только не по модулю P, а по модулю P в степени N. Ну, конечно, если мы извлечем в модуле P в степени N, то тогда заодно и по модулю P. Поэтому непременно нужно, чтобы A это был квадратичный вычет. Я напоминаю, меня сейчас интересует ситуация, когда они делятся на P, значит, A должен быть квадратичный вычет. То есть, должно существовать такое число B, что B в квадрате сравнимо с A по модулю P. Есть несколько способов узнать, сколько же будет по модулю P в степени N. Самый простой состоит в том, что мы уже знаем, как устроена мультипликативная группа вычетов по модулю P в степени. Она является первым произведением ZP, мультипликативной группы, состоящей из по минус одного элемента. И группа P, которая порождена числом 1 плюс P и состоит из P в степени N минус одного элемента. Это нечетное число. А когда у вас есть абелевая группа с нечетным числом элементов, то умножение на 2 – это автоморфизм этой группы, поэтому корней будет 2. Вот это для тех, кто любит группы. Для тех, кто еще к этим вещам не очень привычен, я знаю еще два способа. Один по индукции. На самом деле очень полезная идея, идея про минус этих чисел. Если вы хотите разобраться по модулю P в степени N, надо сначала разобраться по модулю P, потом по модулю P в квадрат, по кругу и так далее. И так когда-нибудь дойдете до P в степени N. Вот здесь эта программа реализована. Смотрите. Давайте рассмотрим последовательность X1, X2 и так далее, XN. X1 – это просто число P. Будем добиваться того, чтобы XN в квадрате было сравнимо с A по модулю P в степени N для любого утра этого R. Ну, в частности, для того, который нас интересует. Для всех, да? Мы хотим. То есть, чтобы XN в квадрате записывалось как A, вот то самое число A, плюс сколько-то умножить на P в степени N. И число XN плюс первое будем искать как XN плюс чуть-чуть. Вот очень важная идея. Мы считаем, что чем большее степень P, тем уже число меньше, да? По-действительному это действительно так. Так вот, XN в квадрате мы хотим, чтобы было так, а XN плюс первое получаем, меняя XN на какое-то кратное число P в степени N. То есть, XN плюс первое – это XN плюс TN умножить на P в степени N. Ну, как подобрать TN? Очень просто. Надо разнести вот это в квадрате. Тогда получается XN в квадрате плюс 2XN в тн по в степени N плюс TN в квадрате по в степени 2. Вспоминаем, что в положении индукции XN в квадрате это A плюс YN умножить на P в степени N. И записывая вот такую формулу. Смотрите, A, ну, вот оно нам нужно. Здесь P в степени 2N. У нас оно, конечно, делится на P в степени N плюс 1. И все, что нам нужно, чтобы вот эта вот скобка делилась на P. То есть, чтобы 2XN это N сравнимо было с минус YN. Но XN не делится на P. Ну, просто потому, что иначе не могло бы быть вот такое равенство вверху, потому что A на P не делится. Значит, здесь стоят числа, не делящиеся на P, и 2 не делится, и XN не делится. Ну, и, значит, такое сравнение имеет решение. Мы TN берем вот такой остаток отделения на P. Получили такую последовательность, и, соответственно, 2 решения есть у квадратного уравнения. Это число XN и число минус XN. Правда, интересный вопрос, а почему нет других? Ну, это очень легко. Вот смотрите, если нас интересует сравнение X2 сравнимо с A по мобилю на P в степени N, то мы можем сделать так, заменить A на XN в квадрате. И тогда перенести XN в квадрате налево, получится, что X минус XN умножить на X минус XN должно делиться на P в степени N. Но эти числа отличаются на 2XN, а 2XN на P не делится. Поэтому только одна из скобок может делиться. Ну, вот и все. В одном случае X сравнимо с XN по мобилю на P в степени N, в другом случае X сравнимо с минус XN. Вот так вот по индукции это решается. Есть и способ, что называется, для любителей алгебры. Смотрите, у нас есть делимость B квадрат минус A делится на P. Так давайте разведем в N-ти и B минус A разложим на множители. Кстати, A может быть запросто отрицательным, ничего страшного, потому что мы здесь относимся к этому не как к вещественным числам, а любое. Так вот, дальше берем B минус корень из A и возводим, просто поменуем у Ньютона, распрываем скобки, и записываем это в виде S минус D корни из A. То есть каждый раз, когда мы видим корень из A в квадрате, заменяем его на A. А когда просто корень, заметьте, даже если вдруг так получится, что стоит какой-то решет как 9. Нет, все равно, мы относимся к этому именно как к символу и работаем по принципу, что корень из A умножить на корень из A это A. А вот просто так извлекать корень нельзя. Так вот, записываем это как S минус D корни, а с плюсом, если и провести те же самые кистики, то будет S плюс D корни. Замечательно. Теперь, складываем и делим пополам, получаем формулу S это B плюс корень из B плюс B минус корень из A пополам. Если мы из этого равенства вычтем вот это и разделим на два корня из A, получается вот это. Замечательно. S и D нашли. Давайте теперь посмотрим, докажем, почему T не делится на B. Смотрите, когда у нас есть такое выражение. Мы можем во всех вычислениях вместо значка корень из A подставить значок B. В таком случае получится B плюс B в степени N минус B минус B в степени N делить на 2B. То есть 2 в степени N минус 1, B в степени N минус 1. Ну а не двойка и не B на B делится. Наверное, если я так написал, лучше, может быть, понятнее с числом S. Смотрите, S по модулю B это что такое? Это B плюс B в степени N плюс B минус B в степени N. Ну, здесь совсем очевидно. Это есть 2 в степени N минус 1 умножить на B в степени N. Хотя, в общем, и то, и то хорошо. Так, это числа, не делящиеся на B. А теперь смотрите. Если мы их перемножим, то мы получим в точности вот это. А это на B делится. Значит, S квадрат минус A, T квадрат делится на B в степени N. Это, собственно, завершение показательства. Давайте увидим, поймем. Когда перемножаешь, получаешь B квадрат минус A. Оно делилось на B, а значит, в этой степени оно делится на B в степени N. Вот. Ну, что осталось? Осталось понять, что T у нас не делится на B. И поэтому сравнение S квадрат сравнимо с A, T квадрат по модулю P в степени N. Можно переписать в виде S делить на T. Значит, поскольку T не делится на B, то делить можно, по-моему, 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 в степени N. В квадрате сравнимо с A. Вот мы и нашли то, что там называлось Родницкая N. Это S делит на T. Ну, или, если выводы, минус S делит на T. Вот объяснение, что корень по модулю P в степени N извлекается двумя способами, если P нечетное простое число. Теперь давайте посмотрим, если P равно 2 в V и важнейшее соображение. Нечетное число, по звути в квадрат, 1 в квадрате, 3 в квадрате, 5. в квадрате, 7 в квадрате. Все эти числа дают остаток 1 при делении на 8. Ну, понятно, почему. Потому что плюс-минус 1 в квадрате это 1, а плюс-минус 3 в квадрате это 9. Остаток 1 при делении на 8. Поэтому мы обязаны наложить вот такое требование. Если мы извлекаем корень из нечетного числа, ну, вернее как? Если мы извлекаем корень по модулю 2 в степени N, где N больше или равно 3. Давайте сразу. Если нас интересует по модулю 2 и A нечетное число, то тогда для любого нечетного числа единственное решение. Просто X нечетный. Все. Если по модулю 4, то здесь уже приходится на A накладывать условие. A сравнимо с единицей по модулю 4, иначе корни не будут дать. И в таком случае годится любое, опять-таки, нечетное число. Если же мы извлекаем корень по модулю 2 в степени N, где N больше или равно 3, тогда, во-первых, он существует, а на самом деле их 4 штуки. Вот давайте здесь объясним, но почему если один корень существует, то в таком случае на самом деле их ровно 4 штуки. Смотрим. Вот нас интересует сравнение X квадрата минус A. Предположим, что есть такое число, обозначим его XN минус 2, по сравнению, которое будут ясны вскоре. Не важно, какое число конкретное. Так что A сравнимо с ним в квадрате по модулю 2 в степени N. Тогда вот это вот сравнение записывается естественным образом. Переносим XN минус 2 в квадрате, и применяем любимую из школы формулу разность квадратов. Происведение X минус XN минус 2 на X плюс XN минус 2 должно делиться на 2 в степени. Заметьте, эти две скобки отличаются на 2 XN минус 2. Причем X минус 2 число нечетное. Так вот, если бы A было нечетное, значит, 1 нечетное. Значит, одна из этих скобок может делиться на 2 в степени N минус 1, а другая на 2. И никак по-другому. То есть, во-первых, они обе должны быть четные, потому что они отличаются на четное число, и вот здесь делятся тогда в степени. А во-вторых, не может быть, что обе делятся на 4, потому что они отличаются на 2 XN минус 2, а XN минус 2 на 2 не делится. Ну, и три варианта. Если первая скобка делится на 2 в степени N минус 1, а вторая на 2, то тогда, ну, это вообще никаких условий не накладывает, потому что, вернее, здесь написано, что X нечетное число, да? Ну, и здесь тоже нечетное, поэтому нового ничего нет в сравнении с этим. А вот так два решения по модулю 2 в степени N. То есть, мы знаем, X по модулю 2 в N минус 1, ну, и то есть два варианта, да? Или это будет XN минус 2 по модулю 2 в N или XN минус 2 плюс 2 в степени N минус 1 по модулю 2 в N. Замечаю, и здесь аналогичная ситуация. Если первая скобка делится на 2, а вторая на 2 в N минус 1, то вот это не дает ничего нового в сравнении с этим условием. А здесь по модулю 2 в степени N два решения, то есть всего 4. Так, ну, теперь надо вот это вот самое число доказать, что существует. Поехали. Ровно та же история, что была для нечетного, простого числа. Запускаем процесс. XP это единица. Мы хотим, чтобы XN в квадрате было сравнимо с А по модулю 2 в степени N плюс 2. Ну, то есть, смотрите, X1 в квадрате сравнимо с А по модулю 2 в степени 1 плюс 2. По модулю 2 в квадрате. Замечательно. XN плюс 1 будем искать, меняя XN на на какое-то кратное число 2 в степени N плюс N. Вот такие вот формулы. И проверим, что у нас по индукции все хорошо будет. Ну, поехали. То есть, с базой индукции все хорошо. Индукционный переход. XN плюс 1 я позволю в квадрате. Это будет XN в квадрате плюс 2XN умножить на 2 в степени N плюс 1 TN плюс 2 в степени 2N плюс 2 TN в квадрате. Замечательно. Но XN в квадрате у нас пишется вот такой формулы. Написано. 2 в степени N плюс 2 за скобку вынесли. И что же нам хочется? Чтобы вот это делилось на 2 в степени N плюс 3. Ну, это будет делиться, потому что 2N плюс 2 больше или равно, чем N плюс 3 для всех правильных чисел N. Значит, на самом деле надо, чтобы вот это YN плюс XN N делилось бы на 2. Ну, XN нечетное число. Поэтому, если YN четное, то надо просто в качестве TN взять 0. Если YN нечетное, то можно в качестве TN взять 1. И последовательность получается. У нас есть возможность выбрать TN. Так, чтобы для XN плюс 1 формула вот это тоже была бы верна. Значит, по индукциям и дойдем до любого нужного нам места. И, смотрите, корень извлекается не двумя способами, а четырьмя способами. Интересный вопрос. означает ли это, что в поле дворадических чисел, когда мы будем, например, извлекать корень из 17, и смотрите, 17 сравнимо с единицей, по-моему, 8. Интересно, корень из 17, как получаете, это будет 4 штуки? На самом деле, конечно, нет. Потому что дворадическое число задается последовательностью. А здесь, смотрите, ведь вот это вот наше число определялось с точностью до 2 в степени n-1. Ну, проще еще сказать, конечно, что поле дворадических чисел это поле. А ни в каком поле квадратный корень издекаться больше, чем двумя способами не нужно, да? Ну, в нашей мышлере объяснение такое, что, ну, здесь сравнение просто, по-моему, для 2 в степени n-1. Это все равно будет стремитель бесконечности, поэтому дворадец от этого двумя страдает. Окей, на самом деле 2. А вот, скажем, корень из 5 не существует в поле 2 и 4 чисел. Или, корень из 3, или корень из 7. или корень из 23. Вот, надо, если число нечетное, чтобы был остаток 1 при делении на 8. Так, ну и давайте, а, в принципе, из каких чисел извлекается для 2 агетчетых чисел? Из 0. А также из всех чисел вида 2 в какой-то четной степени умножить 2 в степени 2 альфа, где альфа целое число, умножить на а, где а целое двумя число, дающее остаток 1 при делении на 8. Ну и давайте для поэгетчетых чисел, где п больше, чем 2. Тоже сформулируем уже ответы до конца. из 0 изликается квадратный корень, разумеется, а также из всех чисел вида п в степени 2 альфа умножить на а. Альфа любое целое число, а это квадратичный вычет. То есть, это число, сравнимое по модулю п с квадратичным вычетом.